здравствуйте друзья сегодня в рождественский сочельник мы с вами находимся в этом страшном месте которая является coworking space разных стартапов вот видите как стартапы обосновываются и вот там такое кресло которое мы сейчас будем с вами ну не то чтобы испытывать там наверное до нас уже испытывали ну так прочувствуем на себе вот стартаперы у нас этих тут собралось сколько откуда вы стартапы идти мы вообще одесситы так то есть прямо там и живете в одессе как как одесса говорят что уже не то все как-то так то есть можно жить конечно хорошо так а вот этот экран вы его специально так разодрали на кусочки так вот как-то на вас такой честно отвечать или врать честно нет не специально это не это вообще не ваш экран вот это кресло на пушке на лафете так скажем она зачем аттракцион симулятор виртуальной реальности сидите играете у вас очки виртуальной реальности одеты и так как вы получаете эмоции то что в жизни всем не хватает то есть это так вот люди просто очки одевают а так еще их в кресло и еще и полностью их можно крутить да полностью повторять движение игры то есть вы поворачиваете вправо кресло поворачивает вправо это четырех узловая машина первый узел двигается вправо влево второй узел вверх вниз третий 360 градусов право и влево так и четвертый 360 градусов вперед и назад вообще это чисто внешне выглядит как продукция военно-промышленного комплекса вы на каком-то военном заводе собирали нет практически на так вот осторожненько но хорошо а можно посмотреть на ком нибудь вот так со стороны вот молодой человек у вас такой как нет или кто у вас там будет связь для себя вот у нас есть давайте кто пилот ну мы как одним дублем прям все да нет но мы порежем если что там а ну все это просто просто я так хочу со стороны снять окей так это что это как бы временная посадочная а это не то что это отделяющаяся ступень комплекса так хорошо так подойдите а все таки цель этого чего то есть вы вы стартапаете в одессе приехали сюда что денег получить под развитие или что он был приехали показать наш продукт в первую очередь в миру не рассмотрит как действия журналисты так мы с воскресенья катаем людей а что за люди просто любопытные или такие как бы с потенциалом индустрии всякие из индустрии индустрии что говорят люди apple всем нравится да всем еще да все это что одна игра кому то другая вы им скажите что Цукерберг корнями из Одессы пусть они пусть они понимают что это не просто так нет но на самом деле дальше мы планируем здесь бизнес развивать понятно а дайте нам пожалуйста денежек мы тут что то поделаем и потом уедем это будут игровые комнаты в которых будет 5 от 5 до 10 машин в больших городах куда смогут приходить люди играть получать удовольствие а в одессе где то уже установлены но так сложилось что мы как бы оттуда и производство все там как бы велось но глобально мы нацелены очень очень много запросов за себе поступают слушать а как вы я извиняюсь доставили эту фигню но это хороший вопрос нет но все таки она крупная самолетом самолетом за большие деньги то есть вас тут финансируют ну это бутстрапинг как бы да но в принципе естественно есть определенные средства которые вложены то есть это не дешевая история так я вот и говорю что то что там два компьютера в гараже поставил там ну тут один компьютер стоит прилично это который из них компьютер а вот там не токарный станок часом ну там токарный но мы к нему не имеем это не ваш токарный станок нет она приехала это вот тут у нас компьютер вот прямо ну то есть не писишка такая какой то имбедд какой системы полноценно а если сборить начнет во время движения нет но на самом деле здесь есть во первых что бы ни произошло с программным обеспечением как бы оно не заглючило физически невозможно коснуться ни пола ни какой то другой детали ни задней части ничего далее у нас вот там вот есть красная кнопочка какой то тут пульт управления вот и там где красная кнопочка она нажимается и все как бы замирает в той позиции в которой видно и было ну да поэтому все достаточно безопасно так вы тогда комментируете что сейчас будет так вот у нас пилот подвис то что происходит на экране вот здесь сейчас будет видно это как то связано вот с пилотом да сейчас будем видеть игру полностью игру на экране да угу так red bull trace да the game это не ваша игра это чья то игра или да 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 так что там подключается сайнинг ин это вы из устройства своего да а у него в это время в очках вот то что мы видим на экране да да ага а вот это устройство которое на глаза это там просто какой то селфон встроенный или это это окул срип дк2 то есть ну ладно начнем с другой игры потому что про ту игру не хотим мы рассказывать не надо не надо не можем точнее есть определенные не надо зачем нам чужую игру какую то так оно все делается в партнере с мирными разорвучками это уже пошло там да вот конкретно вот эта игра она разработана на одной студии компании юбисофт которую все прекрасно знают с этой игрой мы ездили в город Париж на выставку в городе и у вас француженки вас как ну как то так более менее так господа тут у нас что то да вашего руководителя руководителя потряхивает так так это 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 мне напоминает песню про на Дерибасовской открылась и пивна на Аргентину это было не похоже вдвоем с товарищем мы получили тоже то есть вот так его бум 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 а его не может вверх ногами то есть я просто доеду на эту трассу значит это игра гонка ой то есть ой-ой-ой-ой-ой-ой так но он тоже не боится он привычный боже а никто не боится так ой-ой-ой так так вы наверное должны те кто сажает чтоб они не кушали перед этим нет были такие что кушали и никто вам тут не напачкал нет в Париже каталось больше чем 250 человек и никого не ступнило так ну в Париж то они что они там кушают все так отцовские булки понятно подойдите а вот меня меня с ребятами познакомила Инна Ефимович значит и а вы как то с ними связаны или что мы в процессе связывания ага окей так 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 ну хорошо а вот мы снимаем это видео да значит народ значит имеет фан глядя на вашего руководителя и какая задача вот допустим почему вам хочется чтобы вас увидели там люди просто люди ну сложно просто почему хочется нам хочется показать свой продукт потому что нам кажется что этот продукт инновационный да а вообще рынок механического VR например механизм VR мы считаем что это будущее потому что просто сидеть в маске или стоять в торговом центре да играть в какие то игры тебя шатает и трусит и тошнит это не очень мы протестировали машину в Париже где все боялись на нее садиться да допустим чемпион мира когда боялся садиться говорил у меня еще турнир я не хочу меня будет поташнивать мы говорим ты сядь попробуй чемпион мира в каком виде по игре трикмания ааа вот то есть он сел и он не хотел слазить то есть он больше чем 25 минут крутился вертелся в таких трассах прелесть в чем что от чего проходит треснотворный эффект потому что картинка которая проходит очень много всяких процессов происходит и твой мозг не понимает почему твое тело сидит на месте а картинка постоянно движется а кресло повторяет полностью всю твою картинку то что происходит в очках в связи с этим организм понимает что вроде как все происходит нормально и как бы никаких конечно если у человека не совсем способен организм переносить такие перенагрузки конечно у него появится какой то эффект то есть грубо говоря если человека 10 раз прокрутить вот так или 40 или 50 раз наверное ему станет плохо но это не будет связано никак именно с очками виртуальной реальности что на самом деле очень интересно так подождите но вот есть игра игру кто то сделал да конечно вы должны теперь ваше кресло научить двигаться с игрой или как получается да есть определенный набор плагинов очень простых которые можно интегрировать в любую игру абсолютно любую сейчас мы можем говорить и она будет работать с креслом то есть везде где есть движущиеся объекты где есть что то интересное что может быть ну что может заинтересовать а вот с точки зрения как бы сказать защиты вот у вас есть какая то такая технология которую никто не знает а вот допустим если кто то захочет вас обойти на повороте вот ему придется что то создавать с самого начала допустим у нас есть такая технология о ней никто не знает что я возьму сейчас о ней расскажу и нет вопрос о чем нет ну патентируется конечно то есть есть какие то вещи которые можно защитить конечно конечно вы говорите там простые плагины я думаю простые плагины сейчас пацаны на джаваскрипте напишут нет но простые с точки зрения интеграции для разработчиков понятно понятно ну грубо говоря когда вы приходите в компанию юбисофт в компании юбисофт нету времени и они говорят а сложно это все сделать мы говорим да вот ты строчки прописываешь как бы готово а что там оно потом запускает это тоже отдельно а пилот что на вторую игру пошел он вроде уже а он уже четвертый раз едет пока мы разве ааа тут более больше двухсот раз это играет играть можно очень долго окей то есть не нужно ничего специально писать чтобы это сделать нет нет нужно писать некий там скажем некоторую утилиту или драйвер там или что угодно и она тогда будет дальше с любой игры вот этой системы под нее подстраиваться грубо говоря вы не должны для каждой игры отдельно что-то сделать хорошо ну то есть технологии нужно грамотно поддержать помимо этих гонок у нас есть авиасимулятор который у нас про который мы скоро расскажем через какое-то время послушайте а вот вы допустим приехали вы показали вы говорите дайте нам денег на следующий этап развития да вот вам нужно много денег все таки у вас целое устройство что вам же не нужно два компьютера вас же не устроят много понятия растяжимое но не один миллион долларов больше то есть нужны серьезные вложения какие-то да серьезные вложения потому что если захватывать этот рынок надо его захватывать агрессивно в противном случае ты ну будешь где-то пости задних хорошо а есть желающие деньги дать вот кто-то приходил и говорил ребята это интересно давайте поторгуемся или что-то такое ну мы находимся здесь как бы только буквально с воскресенья то есть пару дней конкретно людей которые приходите дайте нам денег мы так не делаем секвой у нас еще не была секвой у нас будет в январе вот секвой ну один из топ-топ главных фондов да хорошо я думаю что был ряд переговоров еще пока мы не привезли это все сюда эти люди еще не доехали физически то есть наш проект в чем его и прелесть и не прелесть не знаю для инвестора проект хардвер то есть железное это то что нужно сесть и попробовать то есть если ты сделал онлайн чат онлайн какую-то утилиту ну конечно конечно здесь это надо потестировать и уже сейчас мы ведем переговоры с некоторыми фондами просто мы приехали под крисмас так получилось в связи с тем что мы были на выставках на всем остальном и не все я думаю что все можно так давайте отпустим начальника что он там у вас да да все хватит так да то есть мы сейчас в процессе переговоров со студиями которые разрабатывают битвы роботов авиасимуляторы это самолеты это вертолеты это битва тронов подождите вот этот вот молодой человек который такого можно сказать школьного возраста практически он там что он что на компьютере там делает он выставляет игры уровни выбирает то есть он фактически участвовал вот сейчас в том процессе который происходил в процессе запуска игры которую хочет а то есть не то что начальник с пультом сел и покатилась нет нужен человек который там подкручивается да конечно оператор оператор может обслужить от одной до четырех таких машин допустим если стоит четыре таких машин в торговом центре у оператора большой экран он вывел одну игру одному человеку одну второму все дома такого не поставишь это на даче тоже нет 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 это только out of home нет торговые центры молы и такого рода развлекательный центр мы хотим сами открывать такие вот такие места и сами 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 открывать торговый центр мы не будем нет нет ну в смысле комнаты да где куда будут пить люди 5-10 машин то есть вы хотите все деньги собрать уже и за это и за это и за все ну это интереснее чем продавать просто железо и это сложнее в десятки раз но это будет ну хорошо давайте меня туда как вы себя чувствуете пока ничего но все так ой ёба прилетит ничего себе а вот страшное дело это депо какой то есть а та игра полноценна нет ну я там вот сейчас не гадите нет а да и нет приехали до которого число год завтра улетаем на новый год домой по несколько месяцев дома не были и где то с 10 12 15 примерно чисел января опять будем радовать сети и хотим пригласить вот конкретно здесь да а то есть установка остается да 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 так если кто то хочет я извиняюсь покататься попробовать да пожалуйста абсолютно бесплатно как они вас найдут как это лучше сделать все в комментариях оставим в комментариях видео внизу будет название нашего проекта ссылка на номер телефона ну хорошо тогда вы мне дайте оценки или вы сами в комментариях прочитать вам все давайте мне этого помещу будем рады видеть всех приглашаем будет будет друзья экстремалы значит приходите все безопасно приходите с детьми да детьми многие приходят мы даже катали вот десятилетнюю девочку то есть скажем так лет десяти лет с десяти лет средний рост и все но что ж ладно почти в середине января в общем короче пусть они вам пишут да окей супер ладно спасибо спасибо так давайте остальных тоже так заснимем так помог помашите нам так и вот начальник значит а кто все это придумал это это вы все но я не могу мое дело было чтобы она работала крутилась технически а не геймеры у вас тут какие-то двигатели прогресса понял понял я известно тестеров у вас отдельно нет у вас вот они же и тестируют так иногда меняем мы доверяем своему продукту поэтому тестируем у вас сами понятно есть некоторая текучка но не было такое что кто-то улетел куда-то и там механически это невозможно если бы было как вы бы сказали ну мы еще работаем над катапультами и парашютом хорошо хорошо ладно ребят с новым годом спасибо давайте